Эй, эй Я в моменте И пролетел который день Я не заметил На своих двух и мне навстречу только ветер Мне светит солнце хоть и говорили все тут Что мне ничего не светит Моё небо кмурится В руки опускаются Всё это забудется Всё ещё наладится И не смотря на трудности Мы с тобою справимся И всё это забудется Так вот цель моего путешествия Успомнишь что я обычный человек Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Да! Я сама Я обычный человек После тебя 500 мужиков стоите Я обычный Я несу вот этот чемодан А эти, блин, 30 человек тебя снимают. Вот это ни хрена себе обычная. А как вообще я, Александр? А ты, короче, это, дочка олигарх. Я сама поднималась, Сань. Не, ну ты не прикалывай меня. Я клянусь, клянусь, сама поднималась. Однажды мы сидели с командой и думали о том, чтобы классного сделать на ютюбе, чтобы это не было шоу или там просто влог, чтобы это была какая-то художественная классная штука, которая раскрывает нас, раскрывает людей, жизни, чтобы была какая-то социальная повестка, ну, чтобы был смысл, который любит наша аудитория. И просто в качестве бреда мы такие пили пивасик, естественно, и типа прикольно было бы, если бы компашка влогеров поехала бы по России. Мы поржали, ну и вот мы здесь. На самом деле, когда Настя мне сказала, поехали туда-туда-туда, у меня в голове осталось лишь поехали. Куда меня не интересовало. Настя в сторис написала, мы едем в тур. А до этого они с Жараховым бухали в Питере. Я думаю, ну, наверное, прикольная тусовка. Я говорю, возьми меня с собой. Она говорит, окей. Я такой, клево. Прошло две недели, она говорит, ты едешь? Я говорю, ну да, поехали. Сначала мне казалось, что это шутка. И это будет на уровне наших фантазий. Честно, я не думала, просто сказала, что я тоже еду. Сань, я тебя контролирую, хорошо? Да ничего не бойся. Я, я, короче, так-то силен там. Сейчас же мужики-то мужики пошли. Сейчас же мужик в зопу вжить, блядь, опять мужик. Писали в чате вообще, просто писали о том, что города будут максимально неизвестны. И когда говорят первое название дно, я такой, настолько неизвестный. Ну вот мы и приедем, брат, вдохновить людей, понимаешь? Но мне суперинтересно. Дно меня будоражит. Что бы это ни значило. Всегда можно оттолкнуться от дна для того, чтобы взлететь в новую жизнь. Все ребята почему-то думают, что там прям какая-то жесть будет. А мне кажется, что это как в Калуге, просто обычная деревенька. Слушай, ну получу пизделеть, значит получу пизделеть. Я с города Новосибирска, там много агрессивных людей. Я умею с ними контактировать. Посмотри на меня, я не представляю угрозы. Во-первых, а во-вторых, за жизнью у меня есть большой опыт общения с кем угодно. Поэтому no problem, брат. Я умею бегать, я быстро бегаю. Он убежит. А я все решу. У нас вот так вопросики решаются. Восстановление документов не можешь помочь? Восстановление документов? Да, оставь мне номер телефона. Я тебе оставлю номер телефона, это мой человек. Удачи тебе, хорошего тебе вечера. А мы продолжим снимать. Все, набирай, хорошо? Спасибо, спасибо. Давай, дорогой. У меня есть цель на самом деле. Я хочу найти невесту. Мне важно, чтобы моя невеста ценила мое внутреннее богатство. Сейчас, в последнее время, очень часто, ну скажем так, мной недовольна аудитория. Это жизнь, брат. И мы все разные. Нам свойственно меняться. Короче, хочу попуститься немножко, понимаешь? Ну, приземлиться, потому что сейчас очень много вокруг меня вот этого, знаешь, там, эвакуаторы, вопросы, штрафы, там, выебоны. Извините. Я же из деревни. Надо вспомнить, с чего все начиналось. Я за всю неделю ни разу не выпью алкоголь. Я вижу, как ребята настроены на алкоголь. Я пить не буду. Хочу нам пожелать стать настоящими друзьями под конец путешествия, чтобы это путешествие отложилось в жизни каждого из нас. И мы действительно для себя что-то подчеркнули, что-то поменяли и что-то приобрели. Прекрасный тост. Алло. Я ни разу не был в таком посткарте, типа, понял? Я привык, что там торчат ноги тебе в нос, ты идешь, воняют, там, дембеля едут. Ненадолго отлучился, я купил себе кепку, чтобы замаскироваться, и не было понятно, что я московский парень. А еще у меня... Это, блядь, плацкарт. Открыть. Слишком круто. Я помню, 10 лет назад такого не было. Плацкарт. Плацкарт, блядь. Все очень цивильно. Вопрос, с каких пор вообще так стало в России. Горячая и охлажденная вода возле меня. В туалетах у нас вода сенсорная. С одной стороны сушилка для рук, с другой стороны бумажное полотенце. А дошки у вас есть? Да. Самое главное, чтобы у нас в поезде не было нарушителей. Приятной вам поездки. Если что, обращайтесь, я на месте. Ой, на самом деле я стеснялась еще очень сильно, потому что я никого вообще не знала, кроме Дани. Ну, и до сих пор немножко стесняюсь. Тут дело не в онкологии. Но если зайти домой к ее маме, то там рака, вина. Брат, вау. Ты столько лет держал этот талант внутри. А мне все это говорит на стюк. Мне наконец-то люди начали понимать. Они поняли, что я больше, чем блогер. Я артист, я музыкант, я поэт. Да, брат. Мы работали отдельно с Настей, отдельно с Даней. Мы общались со всеми отдельно, но такой команды мы не собирались никогда. Я, конечно, напелся. Я с плацкартом, я, честное слово, помню слабо. Но я все равно максимально честно хочу сказать, что мне так неприятно возвращаться в эту пустую квартиру. Я верю в любовь. Ильдар ушел. Йоу, йоу, мне сложно фристайлить без бита. Без бита это какая-то хуйта. Дай мне хотя бы немножко битбокса. И я буду вторченый, как будто бы в коксе. Йоу, давай сюда, пожалуйста, поближе. Я не могу сделать еще потише. А йоу, братисса, ты читаешь хуйка, как будто бы батиста. Настюхе пришлось включить жесткого руководителя, чтобы мамку, да, Настюху прости, чтобы нас всех уважить и разогнать по койкам. Мам, битва, я тебе скажу. Я уже поспал, мне отлично, нет ни таких нас. Ильдар, есть ты и я. И вот о чем я подумала. Дай бог, чтоб молились спать и проснулись. И смысл в чем? Это слишком мало для того, чтобы проспаться, проснуться и протрезветь. Все окей, все окей. Ужас. Ильдар, мне уже хуйка. Это твои проблемы. Ну ладно, тогда. Вот у нас было 2-3 часа, чтобы поспать. Доброе утро. Кажется, мы приближаемся к дну. Молодой человек, что будьте на завтрак. У меня новая цель. В этой поездке я с сегодняшнего момента, с сейчасшнего момента буду худеть. Я типа спрошу килограмм 5 минут за 7 дней. А второе, я поменьше буду пить. Я полю сквозь стены, будто плацкарт. Все по концу. Давай, брат. Спасибо. Еще слишком рано, для того, чтобы не худеть. Пора ставить все столичное дерьмо позади. Да начнутся приключения. Мне в комментах написали, можно сказать, вы никуда не уезжали. Вы там, где вы были всю жизнь. Москва это мегаполис, а дно это дача. И здесь мы на релаксе. Гостиница советская, кто бы сомневался. Таня выглядит так, как будто он построил. И на открытие, знаешь, приехали. Режем ли антураж. Во-первых, хочется отметить антураж, обои, цвет покрывала, картину. Здесь все достойно. Внимание. Чайник. Во, это 100 и 100. Ну что, мы пару часов отдыхаем, трезвеем и врываемся в город Джинав. Плюшевый диван, чуваки, это топ. Когда еще ты утыкаешься в подушку носом, и там пахнет твоей бабулей. Вот это кайф. Номер люкс отличается пейзажами, которые видны из нашего окна. Поддерживая тему о том, что Джарахов ищет себе жену, я лично зарегистрировался на Баду. Меня там не было, но теперь я там есть. И все девчонки почему-то именно вот в этом городе, Порхов. Так что Порхов, если что, во втором сезоне мы приедем к вам. Первая моя любовь. Галя, 23 года. О, Ольга, 28 лет на автомобиле. Люблю сильных независимых женщин. Бро, когда мы заехали в гостишку, и у нас типа сон час, дети стучатся в окно вот так вот. И говорят, там ноги торчат, лежит Витал. Это ноги Дани Милохина, я его фанат, я знаю его размер. Это вы кого ждете? Да, не Милохина. И Джарахова. Джарахова? Да. Какой это Сергей? Сергей, какой у тебя чейн мощный. Сколько стоит? По скидке взял 1300. Мне кажется, даже Милохин им завиделось. А поскольку мы снимали сториз, все местные жители узнали, что мы здесь. И сейчас мы, как Роллингстанс, выйдем и приветствуем нашу публику. Боже мой, я чувствую себя как снова в 2017. А вообще, поначалу это было очень весело, прикольно и забавно, пока это не начало разделяться на 10 часов. А вы меня знаете? Да! Я такая, блин, будет прикольно, если мы толпой споем какую-нибудь песню или снимем тикток. И ребятам приятно, потому что мы со всеми в любом случае не сфоткаемся. И мне прикольно. Он подарил магнитофон мне и цветы! Это дно! Я бы всех детишек обняла бы, к сердцу прижала, поцеловала. Но их тоже можно понять, конечно. Ну, типа, такая яркая вспышка за... Не знаю, сколько лет. Они сказали, что в 90-х к ним приезжала Буланова или кто? Там пятюни, обнимашки. Они сами фотографируют, сами снимают. То есть, это уже без разницы. Да, сами там подходят, что-то пытаются. Ты такой, ну, да, давай. Они дети, они не понимают. У них есть вот... Особенно это дети, которые живут в месте, в котором нет популярных людей. Вот так. Да, я полдня расписывался. Они такие, о, Даня Милохин, спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Yes! Мы сидим и понимаем, а как выйти-то? Потому что если мы выйдем, нас сразу вот так вот атакуют. И мне пришла в голову гениальная идея. И говорит, давайте выйдем через окно. Все-таки первый этаж. И все-таки, yes, давай. Короче, мы решили вылезти из окна. Иди, иди. Короче, ребята сбегают. Да, и забрались на крышу. Ну, были на вершине, да, так сказать. Если вы понимаете, о чем я. А-а-а-а! Я не буду, буду долго думать, думать, вытру слезы, слезы, ближе к звездам, звездам. Но наступает снова ночь, я забываю о мечтах, вновь ухожу в себя. Мы сегодня встретили Макса. Макс один из тех, кто подходит, такой, типа, чуваки, можно фоткать? Мы такие, не, бро, не сейчас. Потом такие, давайте, давайте, бегом, пожалуйста. Спасибо. Вы классно. Спасибо. Подскажи, пожалуйста, куда вот стоит сходить, что посмотреть, потому что мы первый раз в вашем городе, и хотелось бы посмотреть яркие достопримечательности. Давайте ко мне домой. Мы такие, да нет. Потом такие, а пойдем. А пошли? А пошли, погнали, погнали. А пойдем, а я там живу. Давай, пойдем. Далеко идти? Поход домой к Максиму. Мне запомнился. Ну, и запомнится. Слушай, а правда, что город Дно признан самым матерящимся городом России? Все, пиздешь. Серьезно? Куда идти? Мы преследуем, мы вели его и Джараха. Я, короче, смотрю там в ТикТоке, да, Даня Меохин, короче, вы уже увидели, я такой, думаю, дно. Мы всегда думали... Наверное, гугли, гугли еще, наверное, есть еще такой город. Я смотрю, нифига себе приехал, короче. Мы всегда думали, что наш город самый незаметный в России. Да-да-да. Мы думали, много есть разных городов, а вы сразу к нам увидели нас. Значит, первый самый незаметный город. Я теперь, как музыкант, могу очень трушно использовать слово «дно» в своих треках, потому что, черт подери, я был здесь. Как вас зовут? Я зовут Марина Карпова. А чем вы занимаетесь в городе «дно»? Работаю в администрации «дновского района». О, слушайте, у вас хороший манитет. Спасибо. Ну, типа, не «дновский». Ну, хороший. Я еще не успела его испортить весенними грядками. Мы приехали к «магниту». Мы едем в гости к мужчине, у которого живут много-много разных птичек, и мы решили не ехать туда с пустыми руками, и сейчас мы ему купим гостинцев. Давайте купим чайник. Давай. Немного пыльный. Колготки. Колготки? А у него есть дети. Славикова. У него дети, вот, с трехгросных сына. А, тогда они подают такие. На вид, видишь? На вид, он вкусный. Наоборот. А давайте его поздравим с прошедшим дневным рождением. С прошедшим. А с какими лет? Мне ему 60 лет. Бери 60 свечек. Я попал на свой район. Блин, реально похоже на мою рождение. Вот ничем не отличается. Блин, это же мой заводской район в Новокузнецке. Похоже, все очень похоже. У вас есть подарок? Слушай, ты... О, это так мило. Спасибо, да? Сколько? 15 сантиметров. А самый стильный здесь? Нет. Ну, вообще, по-другому. Не, самый стильный, только у него цепочка есть. Так что я нарекаю тебе самым стильным. Ты на второе место. Слушай, у него самая большая цепь на блоке. Называй его блокчейн. А в целом, я не... Ну, обратите внимание, я как будто бы тоже за Ивлеевой иду. Я типа свой. А я за тобой. У меня бороду сбрить, и я буду одноклассником. Все, подбываемся. Спасибо, что мне досталось. Можете не вызывать. Не, ну как-то некрасиво. Спасибо. Тут грязно. Йоу, это рум-тур. Прямо в городе дно. Когда мы были у него дома, то это было максимально душевно, как мы обычно не посидим у себя на кухне. Потому что это другие истории. Это другие проблемы. Это мы просто все не выпивали. Так, пыльки убрал, все убрал. Заходите, стойте, стойте, стойте. Вы что, ебнулись? Да, папа. Это я все еще не убрял. Нормально, это жизнь. Да мы пили, мы выпивали. Ты видел вообще, что у меня в хате происходит? 9 мая, видите, вот стопочки все-то, наверное. Пойдем в комнату посмотреть. Ну вот, так. Все. Чуть, честно. У меня был точно такой же стол. Ты видел такое? Чтобы его перезагрузить, надо иголкой фигнуть. Нет, вот кнопка есть отдельная. Кручок, блин. Это реально тупо мой стол. Один в один, только он был темного цвета. С Акимом мы познакомились в поезде. Аким, здорово. Здорово. Мы вчера с тобой познакомились в поезде. Это Серега и Виталия. Да, я помню. Аким, ты в дно? Я в дно. Где? Просто скажи мне, где ты находишься. И мы приедем. Ну, тут будет водитель женщины. Я точно не знаю. Водитель женщины. А вот мы как-то не познакомились. Меня Сергей зовут его, Виталий. А вас как зовут? Я Ирина. Ирина, у меня маму Ира зовут. Как приедут? Это я, значит, мама Ира. Так, ну что, говорят, в гости с пустыми руками не ходят. Сегодня у нас будет вечеринка. Будут танцы. Птенки. Птенки. С праздником. Я люблю вас. Я прям подчеркиваю, это не по сценарию, просто случайно. Мы максимально зашли к людям, которые талантливые, одаренные, которые со своим мнением в таком городе, в котором, ну, в принципе, трудно, любой бы другой, да, из мегаполиса бы сказал, о, черт, здесь нет возможности, надо ехать в столицу. Аким! Выходи, братишка! Эй, йо! Если не надеюсь, что здесь есть девочки, но, мне кажется... Здорово, бро! Вот мы и встретились. Бро, давай обниматься. Здравствуйте! Здравствуйте! Здрасте! Я мама. Проходите. Я сын. Меня Ирина. Виталия. Ирина, очень приятно. Виталия, мама Ира. Кто Артемин, мама? Я тебя люблю, очень сильно. И тут всех мам зовут Ира. Так, ребята, шашлык только начинаем мариновать. Поэтому немножко позже. Вечером шашлык и баня. Ну что, Аким, я еще раз тебе говорю, мы знакомы с тобой два часа, но мы уже до дома, я знаю твою маму, ее зовут Ира, как моя мама. Так что что, за отличный трип и выполнение... До встречи! До знакомства! Начнем с того, что Марина, девушка, которая нас подвозила, она заместитель администрации. И понятно, что она нам говорила все в прекрасном свете. Знаете, как виженку на тортик положила, что тут все идеально. Здесь живут добрые, отзывчивые люди. И как еще в прошлом году нам попытались присвоить в кавычках звание самого матерящегося города в стране. Я думаю, что это совсем не так. Люди у нас не такие. Все добрые, все милые. Но я считаю, это не очень честно. Поскольку, я говорила Энша, я сама из поселка и знаю, как это все работает. Территория, это в период Великой Отечественной войны, она была оккупирована немцами. И буквально все сожжено до отла. То, что сейчас построено в городе, ну, это совсем другая архитектура. Честно, я ничего не помню, что говорила Марина в такси, ну, в машине, в ее. Много раз сегодня слышала, что вы говорите на дне. Существует устоявшаяся языковая традиция. У нас она такова, что дно не склоняется. Если вы при местном жителе начнете склонять, то он жутко обидится. Мы вышли на балкон совершенно обычным видом. Просто на нахуй футбольное поле. И он говорит, от чистого сердца, посмотри, какая благодать. Ну, а что это? Вы сами не понимаете, что это шикарно просто? Просто сидеть вот здесь, ну, корчусь себя с плейбоя, с бутылкой пива, хуй, 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 хуй. Нет? Нет, это супер. Просто присесть на стол, сидеть, тут все спортом таки занимаются, а я такой попиваю пива, пива, ступень, там. Вдохновляет тебя вид? Вообще пиздец как. Мне очень нравится. Круто. Просто мне на балконе могу сидеть, просто два часа, просто так. Это почти полгода на юге. Это роскошно. Все, я как смотрящий, знаю юным, считай. Десять из десяти, это очень круто, реально. Это очень круто. Ну, вид, вид. Будешь туда писать здесь, да? Типа бандитин? Вы типа фоткаться по же! По же? Это же тоже сленг, когда он говорит, малой кричит, выйди сфоткаться по же. Ну, типа, блин, круто. Это у них малолетняя такая. Ну, это чулан у меня, слышишь? Это тут только не обочие шмотки. А, так это комната? Это комната грязи, так называемая. Это комната хлама, блядь. Вот, вот, комната грязи. Есть у каждого гражданина России. Могу вам мыло подарить, железнодорожное. Слушай, это железнодорожное мыло? Дескать, крема. Слушай, я с кайфом. Для защиты. Настюх! Да? Нам тут хотят подарить железнодорожного мыла местного. Круто. Спасибо, я тоже. Спасибо. Выпиваем, нам весело. Моё подсознание думает, а жизнь ли то, чем живу я? Или это погоня за чем-то, за морковкой? Погоня за морковкой, которую я никогда не догоню. Ой. Вау. Мы просто собираем сленговые словечки. Чуешь? Где она, чуешь? Чуешь, где она, чуешь? Больше я хочу. Какие еще? Да я не знаю, какие у нас. Ну, ты мастер. А что вы так много сейчас там? Нет. Навалю вам. Я сразу говорил, что ты там, ну, чуешь, вот зачем. Чуешь, где она, чуешь? Только чуешь. Вот я знаю, чуешь. Остальные я м**ну. Блин, Макс офигенный чувак. И знаешь, что самое главное? Вот я поняла прелесть городов, которые не являются такими крупными, как Санкт-Петербург или Москва. Люди честные. Тут, кстати, кушают, пьют. Ну, тут все делают. На кухне? Все, что хотите, выдыхать и делайте. Часто в гости приходят? Всегда. Всегда? Стабильно. В сутки. Ну, сейчас маленько потише, потому что соседи слишком часто начали полицию вызывать. Реально? Да, они меня тут автоматом не выключают. Я думаю, что после того, как этот видос выйдет, он станет мэром. Возможно, это возможно. Ну, в квартиру можно будет пускать по билетам тут что-то. Да, да, да. Кто поверит? Поверят, поверят. Я еще телефон сел. Я не могу это в инстуше запилить. Так заведи. Заведи. Мне там уже все названия, ну, ты что, ебать, ты типа... Они не простые ребята оказались. Я не ожидал. Я... Я... Я не ожидал. О, тут живет стример. Нет, тут живет битмейкер. Битмейкер? Чего? Да. Кто тут живет еще? Коку-лё. Это его. Энергетику чувствуешь? Ну-ка сядь, 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 сядь. Че что? 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 Это ты, бро? Вы похожи так. Это твой брат? Да, я думал. Салют, бро. Здорово. Никитоз. Да, я, Коку-лё. Коку-лё, это ты сделал? Мы вас разбудили. Ой, это маленькие. Это сын мой. Да. Мартин. А мы его разбудили, да? Мартин? Нет. Блин, клевое имя. Не придется придумывать рэп-ник. Понимаешь? Ну, типа, ты сразу Мартин. Типа, ой, это мне надо что-то придумывать. Мама, почему я Сергей? Черт, Сергей. А я вообще Виталий. Ты на чего? Чуроки пробовал? Да, да, да. Пробуешь пиво? Не-не-не, спасибо. Спасибо. Стоит отметить то, что где бы ты ни находился, где бы ты ни находился, в каких бы ты условиях ни находился, если у тебя есть упорство, желание пробиваться и заниматься тем, что хочешь, интернет тебе позволяет сейчас развиваться. Скажи, а как вообще с тобой связались, как это получилось? Ну, я как бы нахожусь в промо, фу, в топе 100 по саундклику, в топе 20. Это такой сайт старый для продажи битов, наверное, многие знают. И через этот сайт, как я понял, на меня вышел менеджер уже Егора Криде. Они мне написали на почту по-английски. Думали, что я на английском, как бы, что я не русский. Но я увидел в подписи к письму то, что у них подпись там команда Егора Криде. Угу. Я уже им понял, что они русские. Я им написал. Ты только по-русски? Я под своим, но он после ребрайдинга уже вендигает. Вышел дедулечка, который «Здравствуйте, гости дорогие», он сказал. Или как-то он прям по-старому. Я понял, что он не злюка. Здравствуйте. Здравствуйте. Как дела? Нормально. А нам нужно, чтобы вы отвернулись на сюрприз для вас. А можете пока спрятаться, ладно? Спасибо. А мы к Вячеславу приехали поздравиться. А вы тоже к Вячеславу? Я? Да. Нет, к себе. А вы где живете? Да вот тут же. А что у него такое сегодня? Мы его с прошедшим днем рождения решили поздравить. Его? Да, вы что? Да. Нифига себе. Вот это да. Саркозик. Саркозик. Вот прям как у бабушки. Ой. Реально, как у бабушки. С днем рождения вас! С днем рождения! Сдувайте быстрее. Скорее сдувайте. Сдувайте. Заказывайте желание. Главное желание. Это мы хотим вас поздравить с наступающим днем рождения. С днем рождения вас! А еще мы не могли прийти без подарка. Смотрите. У нас есть подарки для вас. Это вам. О, спасибо большое. Чай, чтобы вы делали чай. А чтобы было еще, мы еще и чай купили. И мы сейчас покушаем чай. Это вообще уже прикольно. Давайте попьем чай вместе. А давайте обнимемся. Ооо. Тут 60 свечей. Да. Вам 60? Мне? 18. А! Блин! Я говорила. Вечно 18. Адель. Так или иначе, мы всегда хотим кем-то казаться. То есть мы приукрашиваем нашу биографию. А здесь они не думали над вопросом. И не думали о том, какими они хотят быть. Он говорил честно. Вот я то-то, то-то. Живу так-то. От жизни хочу то-то и то-то. Прошлое такое-то. И ты такой вау. И все. И ты влюблен. А давно ты развелся? Два года назад. Кстати, 11 мая будет, как я развелся. Праздник? Мой, да. Считаешь на этот праздник? Нет, я считаю это за хуйню. От этого. Плохо. У меня была жена. Она была старшая на меня на 9 лет. У нее было двое детей. И я 5 лет с ней отжил. А потом она меня изменила. Заебиться. Реально? Да. Отстой. Мы вот купили храпу там. Вместе. Ага. Я сделал ремонт в спальне. И мы развелись. Для и... Я сделал ремонт. Что-то ему надо было заебить без... А, так она с ним сейчас саживать идем, парни? Да. Блин, отстой. Все оттуда рядом. Ну, просто. Нихуя не... Не интересно, на самом деле. Давайте не будем. Жизненно. Жизненно. Вы же пересекаетесь? Рядом живете? Вообще, я ее... Вот как я ее назвался, ни разу ее не видел. Серьезно? Живую не видел. Как это возможность? Как она так умудряется? Я как бы не прячусь, но я реально не... Вот, блядь, сколько уже? Сколько? Когда я назвался? В 2019 году. Это два года. Я ни разу ее не видел. Вообще, фу. Какой-то пиздец. А если бы увидел, что сказал бы? Я бы обошел. Я жил с ней, воспитывал как бы не своих детей. А после развода ни один из ребенка со мной даже не здоровается. Хотя ты, по сути, не виноват. Хотя я вообще пиздец. Причем я там все туда отдал. Всю жизнь свою. Всю жизнь, я всего себя туда отдал. Я сейчас пустой просто. А ты знаком с ее новым ухажером? Бойфрендом? Да. Бойфрендом. 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 Я пьяный был. Он сидел в тюрьме. Он? Да. И они с ним сошлись в этот момент. Я его встретил на улице. Бойфрендом. Бойфрендом. Я говорю, ты там петух. Ты тух. Все подряд. И он уходит за угол. Я говорю, ты конченый лох. Если ты сейчас не подоешь, меня не въебешь. Я просто... Боже мой. Боже мой. Я просто говорю, сука, я же тебя прошу. Въеби мне. А, ну получается, ты долбил? Почему? Да ты бы попросил его выиграть. Я его выиграл на это. Я хотел, чтобы... Я мог бы вообще этим действием, я мог бы его обратно заклить туда. Подписка о невыезде. Он условно-досрочно, типа, чуешь, я мог бы написать заявление, его бы опять заклили. Все. Потому что он просто мне дал въебло. Типа, там, губы надо бить. Какие планы у тебя сейчас на будущее? Никакие. Просто жить и все. Я просто живу своей жизнью. Я вообще не ху** не строю никаких планов. Ничего. Цель какая-то есть? Цель. Честно сказать, я х** нет на самом деле. А есть что-нибудь, что ты хочешь? Вот давай так поставим. Ты же что-то хочешь? Интересный, кстати, вопрос. Ты меня загнал в тупик. Что я хочу? Я не знаю, что я хочу на самом деле. Реально, вот я не знаю, что я хочу. Я хочу просто тебе жизнь хорошей. Человека рядом. Потом мы посмотрели птичек. Какие красивые. Вон они маленькие, смотри. Алло. Он будет вот такой вот. Жестко. Жестко. Такой малыш. Даня держит голову. Я говорю, ой, будет так прикольно, если он сейчас написает на тебя. И Даня такой, на, подержи, подержи. Он писал на тебя? Нет. О-о-о-о. Я чувствовал... О-о-о-о! О-о-о-о! О-о-о-о-о! О, простите, он у меня накакал! О-о-о-о! белый костюм, а я ей говорил, что не нужно брать стилистов, которые тебя будут одевать сюда. Зачем? Я поставила. На Даню похож, только лучше. Реально говорю. Ставьте лайк. Это очень круто. Это показатели, пример для многих. Еще раз говорю, все в вашей голове, чуваки, работайте, трудитесь, варите эту свою кашу, ни на что не обращайте внимания. Сколько там? 22000 подписчиков. Ну для питмарера, я думаю, это неплохо. Где жарахов? Нормалка. Где бичис, эй? Где бичис, эй? I'm Riches, I'm Glitches! Я пара патронов слове. Где мы, где мы, где мы, где мы? Где мы на дне? Это все не бесплатно, это индики биты нам так приятные. Блин. Для меня это ямлочку подожди, подожди, подожди! Блин, зачем? Коко лёд, Коко лёд. Засолся на шею, засолся на двой шеи. В смысле, мама просит поставить твой трек «Психушка»? Да, это старинный трек 2013 года. Как Леха, да, старый? Все, что дальше? Понимаешь, мы ворвались к чуваку на балкон и такие постояли. И Джарахов такой, а давай дадим здесь концерт. Появилась идея организовать концерт на балконе с золотыми хитами «Угадай, где я дома, Даня Милохина» и так далее. Короче, Джарахов споет песни Милохина и свои. А им все равно они будут плясать «Угадай, где я дома?» Я там рядом постою, покривляюсь. Три часа все собираемся здесь. Расскажите об этом всем друзьям. У нас будет концерт с этого балкона. Эльдар Джарахов, Настя Ивлеева. Блин, это дно. Это город возможностей, город надежд. Мы сейчас поняли, что будет охуеванная идея дать концерт с балкона. И мы вас тоже! С трактором. Сначала прокатилась Юля. Он ей затирал про то, что ему нужна жена, когда они вместе ехали. Вот. Странно, что он, когда я ехал с ними, не говорил ни о чем об этом. Все. Была девочка. Нет девочки. Приез я на розовом Майбухе. Уехала она на тракторе на красном. Или он синий. Не важно. Я тебя ревную, ревную тебя. Я ревную тебя. Ревную тебя, я так ревную. Какое не придумаешь даже по сценарию. Никак это не получится. Вот это просто жизнь. Она вот так складывается. И круче не может быть. Улыбаюсь просто так без причин. Я счастлив, а в этом сердце кричит. Сегодня мой день. И это мой год. Рядом удачи. Вот Москва и Питер. Там возможности. Посмотрите на этих ребят. Я надеюсь, что от вас слышно. Это абсолютная случайность, как мы с ними встретились. Мы познакомились с Акимом. Расскажи. Вопрос от Дудя. Вопрос из города Дудь. Сколько ты зарабатываешь на музыке? Ну вот два года назад у меня было, как только я ушел с банка, 22 тысячи, если уж точно говорить, в мае. В этом январе у меня был рекорд. Было 426. Неважно, где ты. Неважно, кто ты. Неважно, какую религию ты исповедуешь. Неважно, какого цвета твоя. Кожа, бро. Ты можешь это сделать. Ты можешь добиться всего. Главное желание и много работы. Это доказывают наши друзья Аким и Никита. Мы уважаем, принимаем, абсолютно разделяем меры безопасности и прочее, прочее, прочее. Ну это не то, чтобы концерт. Наверное, на 20 минут просто всем помахать, поплясать под какие-то песни и уехать. Будет ли это в разряд массовых мероприятий попадать? Нет, вообще нет. Почему нет? Неорганизовано? Да, оно неорганизовано, ни по-моему. Росполитнадзор, разрешение и разных инстанций. Придеть, грубо говоря, поговорить по-нармальному. Мы побеседуем между собой, как люди. То есть, если мы включим музыку и Эльдар начнет петь свои песни, вы у нас... Или не свои? Нет, это не мы, группа Гребова. Уже будут другие станции. Просто совсем мать, что вы. Вы люди известны? Ладно, спасибо за предупреждение. Почти думают. Так, ребята, можно не обожаться? А заводите сцену. Это как в гримерке, понял, собирается вся тусовка. Вот Райнер. Райнер выполнил 10 из 10. А если акапелла петь? Без музыки. Полицейские. А можно просто без музыки петь? Делаю вдох. Мы просто разбойники, которые такие, давайте просто повеселимся, оттопыримся. Ради людей. Ну а ради чего еще, брат? Ради чего еще? Закроют тебя отсюда. И нас не заберут? Ну мы даже не заберут. Не, ну нам-то не надо, у нас все дела. Нет, пусть отдохну от меня оборотов. Вас-то не закроют. Нас не закроют? Они сказали, что все претензии будут ко мне, именно как к владельцу. Они тебя только штрафуют, скорее всего. Но это мы и можем было бабок дать спокойно. Да. Все, туда и пошли. Сколько вы здесь лет живете? Вот такая же дверь. Ну я сначала здесь прожил до свадьбы, до женитьбы. Потом мы поехали в центральную садьбу, там квартиру дали. А после квартиры там еще домики строили для остейских жителей, для рабочих. Вот хотел бы этот совхоз как бы, как бы, куда-то выставить, в интернет или куда-то, блин, хотя бы восстановить его. Вот фермы пустые стоят. Здесь 16 ферм животноводческих. Ага. Это все прибрежними. А дядь говорит, даже сам Александр Невский по нашей деревне гулял. А Невский, это кто? Это, не, это царь? Невский это полководец? Да. Да. Во-первых, нам тут все говорили, что мы навели шумихи больше, чем на день города. На уши встал город. А мы просто хотели, ну прям говна попить с балкона. Типа роли на руке, Диор, пацаны, респект. Вы парни нормальные, песня у вас залупа. И я думаю, что все будут не против, если это будет песня «Давы» и Киркорова «Роли на руке». «Роли на руке». Да. Главный суетолог, когда дно. Слушай, ну ты вошел в историю друг другу. Да. Мой первый концерт. Все такие, типа, а где у тебя был концерт? В дно. На балконе. Я расстроился, потому что мне хотелось хотя бы полчасика попеть каких-то песен, выйти в народ. Пусть каждый сам для себя определит, что это было в его жизни. Но для нас с Эльдаром это был концерт. Спасибо, что пришли. Всем встать. Спасибо, мы вас любим. Ребята, это трэш энд угар. Простите за то, что мы главные суетологи 2020 года. Росгвардия чистая. Единственное, что у Вячеслава свой взгляд по поводу молодежи. Сейчас нельзя, если нас пороли, чем попало, если за двойки, за все, сейчас нельзя. Пришел там ребенок твой, обкуривший в 13 лет, обкуривший и пьяный домой, то это самое нельзя ничего ругать его. Если он, пожалуй, может наказать родителей. А ты мне утром пафельчик-то собери в школу, пачку сигарет положи и пивца, чтобы на похмелку. Я думаю, что это потому, что он видит. У него такой пример перед глазами. Другого он не видит. Мне не нравится то, что сейчас это все наколки. Вот это в ушах дырки наделаны. У него свое мнение, у нас свое мнение. Нужно было остаться максимально при своем мнении. В Москве был проездом, ездил знакомиться к тёшке. У меня жена с Воронежа, с Воронежской области. А вы вместе, да, сейчас с женой? Один. Жена в соседней деревне. Я, наверное, умру, это мечтанец будет там. Я хочу, чтобы города разогнали и молодежь распределили по деревням. Чтоб возродили деревни и работали колхозы и совходы. И он прям искренне улыбался. Я могу сделать вывод, что он остался доволен нашим визитом. Даже меня удивили. Меня сейчас такая дрожка проризывает. Мы заходим попрощаться, да. И мы слышим, как он играет на баяне. И мы время терять будем зря. Ощущение такое, что мы уже неделю проживаем. Ну, то есть... Ай, в пиздец. Дайте мне водки тоже. Ну, то есть...